40 монстров бьются в турнире! И кто победит, зависит только от тебя! Подписывайся на канал! Нажимай на колокольчик и теперь ты в жюри! Голосуй в каждой битве и в конце турнира мы узнаем победителя! Мне нужен твой справедливый голос! В прошлом бою встречались Мегалодон и Таутей. Мегалодон выиграл. Инопланетные монстры поперлись в воду. Один Таутей утонул. Один смог доплыть до акулы, но исчез в ее огромной пасти. Королева, потеряв двух своих бойцов, отступила. Мегалодон заработал 4 очка и возглапил группу Аш. Ну а сегодня будет последний бой во второй лиге. Сегодня будет битва между Змеем Горынычем и Загадочным участником. Начинаем битву! Змей Горыныч. Сказочный трехголовый дракон из мультфильма Добрыня Никитич и Змей Горыныч. Загадочный участник. Я до последнего сохраняю интригу, но могу сказать, что он не с планеты Земля. Итак, Змей Горыныч – один из самых интересных участников турнира. Ну, во-первых, он единственный мультипликационный герой в этом турнире. Во-вторых, это единственный русский представитель в турнире. Ну и он, к тому же, еще добряк и весельчак. Но это вне турнира. Потому что, когда он выходит на арену турнира, то берегись. Этот Змей Горыныч превращается в монстра, который готов побеждать в каждой битве. И сегодня его соперник – загадочный участник. И многие уже писали имя этого монстра в комментариях. Многие хотели его видеть в турнире. Прямо скажу, это популярный монстр. Ночная Фурия Я не стал брать этого дракона в турнир. У него уже есть титул. Он сильнейший из драконов во вселенной, как приручий дракона. Ночная Фурия сейчас занята. Она снимается в третьей части, как приручий дракона. Я взял в турнир другого монстра. Индораптор Два похожих динозавра в одном турнире? Какой смысл? Индоминус уже в турнире, поэтому Индораптора я тоже не взял в турнир. Я лучше проведу нетурнирный бой между этими динозаврами и выясним, кто из них сильнее. Я в турнир взял инопланетного монстра. Кто же этот счастливчик? Скрести пальцы. Вдруг это тот монстр, которого ты и хотел. Барабанная тро... И да, это Чужой. И он тоже поборется за звание Король Монстров. И сегодня его первая битва с Горынычем. Очень часто в турнире встречаются летающий огнедышащий дракон с монстром, который не может летать и не обладает каким-либо дальним залпом. И во всех случаях побеждали драконы. Вот и сегодня похожая битва. Змей Горыныч умеет летать и дышать огнем. Причем в три пасти одновременно. А Чужой – это реальное чудовище, которое поедает все на своем пути, но передвигается только по земле. Даже нормально подпрыгнуть оно не в состоянии. И у Чужого нет залпа. У Змея Горыныча есть перевес. Он может атаковать издалека, не приближаясь к сопернику. То есть его плюсы – это огонь и крылья. Ну в смысле, что он летать может. А Чужой может своим интеллектом выиграть битву. Этот монстр – достаточно умное животное. Но вот хватит ему сообразительности, чтобы заманить Змея в ловушку. Заставить его спуститься на землю. Только тогда он может атаковать Горыныча. И непонятно, как все-таки Чужой реагирует на огонь. То, что он его не любит – это понятно. Но вот насколько он может его выдержать? Потому что не всегда людям получалось уничтожить Чужого с помощью огня. Они его только сдерживали таким образом. У Чужого, помимо его ненасытности и его агрессивности, есть еще одна способность – его кровь. Это кислота. Сможет ли он пролить свою кислоту на противника? Ведь Горыныч в воздухе. Спустится ли он на землю? Я понимаю тактику Змея Горыныча. Он будет летать над Чужим и поливать его своим огнем. Это очень хорошая и выигрышная тактика. Но сможет ли он огнем победить Чужого? А у Чужого только одна возможность победить – когда Горыныч приземлится. И у Чужого очень много вариантов проявить свой интеллект. И если ты фанат этого монстра, то ты можешь придумать какой-нибудь фантастический способ победить Змея. Но я хочу, чтобы ты честно и справедливо обдумал эту ситуацию и только потом уже голосовал. Есть ли у Чужого реальный способ заставить спуститься Горыныча? Помни, что он не семь пядей во лбу, а всего лишь монстр с более высоким интеллектом, чем многие остальные монстры. А также в комментариях пиши свой вариант, как может развиваться битва. А сейчас жми на вот такой значок в правом верхнем углу и голосуй за сильнейшего. Следующие битвы начнутся в первой лиге. В группе А будут сражаться Кронос и Мега Кайдзю. Это будет интересная битва. А следующее видео я сделаю о дневной фурии. Есть у меня некоторые теории, и я хочу с ними поделиться. На сегодня это все. Всем пока.